Как найти идею для бизнеса? Финансовые эксперты уверены, что прежде чем появится идея, должна возникнуть проблема или надобность. Но можно решить эту нужду, прежде чем она заявит о себе. К примеру, первый в мире каталог родился, когда в древности людям приходилось несколько раз совершать поездки в магазин мебели, чтобы делать замеры и подобрать стиль интерьера. Дирекция салона помещали всю нужную информацию в газету и тем самым решив проблему клиента еще до ее появления. Инновации – это когда вы решаете проблему клиента, о которой клиент еще сам не знает. То есть это и есть как раз инновация, когда вы решили что-то, что для клиента не являлось проблемой, потому что он не знал, что это для него проблема. В мире финансов крупные акулы бизнеса выделяют около 20 видов инновации. И среди них самыми прибыльными являются только три. Это технические, социально-сервисные, а также продуктовые. Первый вид подразумевает изобретение. Примером может служить модификация свечи в лампочку. В сервисных инновациях меняется доступность и обслуживание. И третий вид предполагает легкие изменения самого продукта. Если брать технические инновации, то они самозатратные, потому что, чтобы создать техническую инновацию, вам нужны, естественно, капиталы. Но они также могут быть и самые прибыльные, потому что там высокий капиталооборот. И, естественно, если вы выходите на рынок очень успешно, то у вас высокие продажи. Поэтому технические инновации в основном являются самыми трудоемкими, но и одним из самых прибыльными. Если вы нашли свою нишу, а у фирмы вдруг настали трудные времена, эксперты советуют не пренебрегать корпоративной этикой. То есть, если компании для быстрой реабилитации необходимо сократить корпоративные расходы, то премиальных наград должны лишиться все, включая руководство, а не только средний класс менеджеров и заурядных сотрудников. Всегда стоит отмечать, что те ценности и те подходы, которые декларируются руководством, они также должны касаться и распространяться на само руководство. Потому что если само руководство на верхушке этой пирамиды не готово соблюдать эти правила, то какое моральное право эта верхушка или это руководство имеет ожидать, что ниже стоящие будут соблюдать. Это не работает. И мировая практика в этом плане показывает очень четко. Цените своих сотрудников, умейте делиться и вовремя поощрять коллег. Давайте им право ошибаться и находить пути решения проблемы. В этом случае вы получите не только добросовестную, качественную и налаженную работу, но и финансово обогодитесь.